запись меня зовут олег красов я партнер компании skyward комьюнити и как всегда у нас философия компании затрагивается также актуальны новости проекта и в частности я недавно вернулся как вы знаете из шаржи из дубая вот поэтому максимально постараюсь поделиться с вами с вами впечатлениями поездки в инновационный парк и рассказать вам как как только можно да потому что ну невозможно больше рассказать по телефону да что мы с вами пытаемся сделать но я знаю многие из вас были у нас в мариной горке многие партнеры очень много знают кто-то 2000 2014 года кто-то 15 вот есть и молодые партнеры поэтому конечно же я по максимуму могу рассказать вам о том на своих впечатлениях и конечно же нас было там немало всего было 100 человек нас конечно же большинство было вьетнамцев вот но было много к из кыргызстана чехии словакии с россии поэтому мой рассказ это как дополнение к тому что будет в последующем вы узнаете увидите хочу сразу предупредить что нам наши материалы еще не все отдали то есть практически не отдали поэтому мне пришлось сейчас где-то доставать показывать вам картинки второе скажем так ограничение которые все таки мирополис так и не пропустил ни одно моё видео где-то но слишком грузилась долго где-то но вообще не включалась и так далее поэтому в рамках сегодняшнего вебинара как проще это и всегда мы с вами будем довольствоваться моим рассказом и фотографиями вот и конечно же не стесняйтесь задавайте вопросы я думаю что может быть это будет в конце вот но в целом хочу сказать что конечно же лучше один раз увидеть чем сто раз услышать поэтому я вас призываю в будущем тем более такой шанс будет наверное уже по весне ну что греха таить планируется конечно же экофест экофест будет шар же кто не знает да поэтому я не знаю какие там будут условия но это по секрету всему свету но по крайней мере это озвучивалась поэтому я наверное не открою большого секрета потому что лидеры наверняка уже знают об этом и дата еще неизвестно чтобы так уже сразу просто планируется это будет осенью о простите это будет весной и либо летом но я думаю все таки ближе весной потому что летом там очень жарко да ну что дорогие мои если вы готовы поставьте мне восклицательные знаки и мы с вами начинаем ну что значит философия компании чтобы вы понимали почему мы все-таки будем развиваться и развиваться потому что мы скажем так анатолий эдуардович юницкий вместе с командой конструкторов да и нашей поддержкой skyward комьюнити создали новую принципиальную новую транспортную систему экологичную безопасную комфортную вот как в производстве так в эксплуатации по сравнению с продемонстрировал в экотехнопарке в мариной горке и сейчас активно демонстрирует это в шарже куда мы с вами отправимся конечно же транспорт безопасный доступный адаптивный экологичный и энергоэффективный как вы видите здесь фотографии из мариной горки да и фотографии две фотографии из это реальные фотографии для тех кто может быть первый раз у нас здесь с вами присутствует для тех кто это фотографии из шарже вот но как как говорится еще совсем еще недавно да я с алексеем новомовичем давал вам прямой эфир репортаж из мариной горки да вот и буквально спустя наверное еще даже месяца не прошло как как говорится встал на крыло да вот и отправился в золотой тур дубай а ну вообще в арабские эмираты потому что там несколько вот так нас встретила значит дубай и солнечно и ярко это наш вид из окна да на двенадцатом этаже прекрасный вот такой залив конечно все радовало мы просто радовались кстати скажу погода была вообще первые дни 22-24 градуса то есть практически мы не то что упарились мы даже надо ковчика на кель потому что в принципе ну кто кто-то там к накид какие-то я ходил в такой рубашке в общем закрытым рукавами потому что вы понимаете что когда где-то там перемещаешься в отеле либо там какой-то в мол заходишь там сразу кондиционеры это в общем то все равно все накидки носит на а на жаре получается как таковой не было был такой легкий бриз ветерок вообще в общем очень здорово вот но вот такой у нас ночью вид из окна да вот это интерьер отеля шератон вот конечно же все красиво все замечательно и куча впечатлений поэтому здесь могу сказать что произошла вот встреча сразу тех людей которые друг друга знают вот тут к большая команда кыргызстана их было шесть человек до леонид присутствует там эльмер это уже скажем латинская америка ну и конечно мои два любимых партнера это вот наталья серохвостова моя сестра да вот она справа на втором и и аня дорож которая тоже является сейчас комьюнити менеджером и тоже вот опять таки мы опять попали все вместе в эту поездку единственно кого не было вместе вот со мной я очень сожалею что это моей сестры ольги которая находится сейчас доминикане но мы ее все время вспоминали и далее вам даже приведу яркий пример того что мы они о ней помню но у нас были конечно несколько там буквально там ну не скажу с часов но в общем-то дней были поэтому конечно же мы отправились гулять вот и вот и если вы видите справа вторая это бурж-халифа как вы знаете вот бурж-халифа это открывается с нее вид прекрасный на фонтаны поющие да и вот и мы с супругой зашли конечно же там и там дубай мол находится ну в общем-то это самый центр скажем тогда самый злачный такой центр где как мы выражаемся в основном люди ходят на зыринг да то есть посмотреть вот ну шопинг конечно осуществляет и очень много людей осуществляет но в основном это как просто толпы людей которые просто глазеют смотрят любуются и вот в частности мы тоже скажем так соскучились по хорошему кофе зашли там нам сразу предупредили что сейчас есть места но если вы хотите вечером посмотреть на прекрасный вид в поющих фонтанов конечно лучше зарезервировать мы сказали нет 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 потом потом как бы так все но сейчас мы попьем кофе с удовольствием там и так далее сели при том что все сидели в тени мы с наташей женой сели на солнышко очень соскучились у нас беларуси ну просто очень мало солнца поэтому сели сюда вот в этой вот видите я говорю с длинным боковым такая накидка на хлопок поэтому не жарко все замечательно кстати где ветерок как вы все да и сидели грелись вот нам принесли сейчас две чашечки кофе вот и в результате мы попили там ну из пресса чтобы вы понимали ничего без всяких шоколадок мармеладок и кусочков торта вот и когда принесли счет мы были готовы к тому что это будет недешево вот это оказал 100 дархам то есть по нашему это 30 долларов на за две чашечки кофе вот поэтому конечно шока никакого не было потому что мы где-то были готовы уже я так уже примерно прикинул цены поэтому конечно ужин там обойдется в круглую сумму но в общем то все это платье за то что это вид это бурж халифа и так далее ну знаете приятно ощущать себя богатым человеком пусть даже скажем так в такой малой пропорции как чашечка кофе но это было очень здорово и конечно же все равно впечатление остается кому зашло ли кто-то удивился как лёша сказал боже мой за это можно было купить несколько пачек хорошего до итальянского ну ловаться и так далее ну посмеяем посмеемся вместе в общем то да наверное надо привыкать уже такой хорошей жизни если есть такая возможность поэтому не надо отказывать себе в удовольствии кто согласен поставьте плюсики я буду кто не согласен поставьте тройки или там что-нибудь такое в общем то ну вот рассказал вам как как было да для нас тоже был немножко неожиданно но в общем то да молодцы правильно вот ну вот эти вот поющие фонтаны да мы уже были там я говорю уже был и в прошлый раз на золотом туре поэтому я говорю конечно же это впечатление оставляет очень большое вот есть такая вот платформа да люди туда тоже заходят кстати да это стоит кажется тоже около 10 долларов насколько я помню почему потому что мы тоже сначала хотя когда пират приехали мы тоже то он надо туда идти надо ближе все но у нас там есть наши друзья которые там живут уже не один десяток лет они готовы что это как сейчас начнется таблить и не дай бог ветер и все вы уйдете оттуда мокрые и в общем то и так действительно получается иногда люди заходят они потом не смотрят эти фонтаны во первых вот очень близко да когда вы если хотите рассмотреть слона не надо подходить к нему упираться ему в бог а то есть это получается наоборот надо идти подальше поэтому есть локации которые как вот мы где пили кофе допустим либо с другой стороны там есть золотой рынок оттуда в общем там нам объяснили как нужно смотреть фонтаны это действительно так и в принципе вот это когда становишься близко то есть ты практически очень близко становишься да во вторых тебя вода сета они очень высоком есть видео когда там стреляет а не знаю там насколько это метров ну я даже не знаю может метров 50 может выше кстати надо уточнить нас на какой высоту максимально бьет этот фонтан и вот потом конечно эти капли они все обрызгивают забрызгивают людей и они потом в общем как мокрая курица выходит поэтому если вы там будете не стремитесь на эту платформу но смотрится сдали красиво да вот ну в общем то посмотрели на эти фонтаны вот бурж-халифа к сожалению опять таки говорю можно было поставить видео пока я вам рассказываю это все бурж-халифа на таком треугольничком смотрится на самом деле это все просто я вам взял видео нарезку вот такая была потом она такая стала потом такая это все очень красиво меняется вот и кто знает какая высота бурж-халифа и конечно это впечатляет потому что забрасываешь голову высота ее 828 метров и вот такой вот прекрасный вид когда внизу бьет фонтан тоже он весь там играет это все под музыку делается тут же бурж-халифа вот разными меняет все это все все в динамике и конечно же там собираются толпы людей да вот именно вот с разных сторон кто не знает там бежит вот как как им кажется вот там где лучше будет на самом деле там это все как говорится все понятно кто турист а кто здесь постоянный житель да вот и ну то есть или по крайней мере завсегда да то есть можно с разных сторон уходить и максимальный вид как раз противоположной стороны когда тебя и фонтан не забрызгивает и когда ты видишь и сам фонтан и вот бурж-халифа ну кстати вот вот отсюда вот откуда я вам сделал такое вот видео нарезку вот но опять таки говорю все это очень красиво все очень здорово фонтаны к вечеру идут практически одна музыка меняется другой есть арабская музыка есть вот мы были как раз супруга на 14 февраля и очень часто звучало вот уитни хьюстона авиал обе слабью то есть есть тоже у меня так видео записано вот очень здорово и ну как вам хочу сказать наверное это вот как раньше говорили увидеть париж и умереть да то вот сейчас наверное я думаю что можно поменять париж уже эйфелевую башню который тоже также вот меняется цветах но я думаю кто уже видел бурж-халифа уже не будет настолько ну сможем так поражен эйфелевой башни потому что здесь конечно представление и ну интереснее может ну давайте так на вкус и цвет товарищи нет поэтому вот красиво и очень здорово можно смотреть 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 и смотреть поэтому это очень завлекаю увлекающее действие ну конечно лучше с моей живем не передает не видео не фото тех эмоций которые можно в общем то вот когда ты вживую смотришь и желательно даже в этот момент не снимать потому что первый раз конечно все снимают снимает а потом просто хочется выбросить этот телефон и просто лицезреть ну дальше что не могу сказать потому что принципе я просто раз ходил когда вот это в дубае мол да и в этот раз и вот там в туалетах вот висит это я так просто обрезал чтобы но висят планшеты такие да и вот на них такой вот скажем так обращение да там good morning good evening и так далее да и вот как вы как вы оценили наше удобство то есть в принципе вы знаете у них есть министерство счастья кстати там где мы вот жили там рядом и находился это здание и в общем то я его так сбоку немножко сняла потом тоже очень много информации поэтому я уже не стал в общем них есть министерство счастья и вот люди представляете даже заходя в туалет в принципе там никто не нажимает но я решил все-таки нажать что там такое так далее то есть я нажал улыбающиеся рожицу вот это вот да то есть вместе там был по кайфу это все очень здорово это вот эмоции бьют через край вот вы постоянно как как все новые новый глаз радуется все эмоции захлестывают и так далее да вот нажал на вот excellent и пришел ответ просто тут же вы на этом экране что спасибо за ваш фидбэк то есть за вашу обратную связь в общем то я скажем так поблагодарил и вот таким вот образом идет обратная связь ведь все идет в цифру в цифру ну сразу могу сказать что вот люди которые вообще я вот так вот говорю как мы вот формируем свою действительность потому что у нас с вами был уже такой вебинар когда я говорил о том что ну когда-то про трампа вам рассказал что да вот когда трамп там был миллион долларов и там миллиард долларов должен да он шел с дочкой своей и по мимо там тоже своей трамп башни да это вот и скажем так тоже говорит вот видишь сидит и нищий так вот он богаче меня на этот миллиард долларов то что он ничего не должна я вот должен и тогда и вот почему я это сказал потому что в этот момент когда вот мы радовались этот пили кофе смотрели эти фонтаны и так далее вот я сколько раз заходил в туалет там постоянно стоит ну как правило этого ракистанец или индус не знаю вот с этой вот щеткой да и вот там он постоянно вот там по были руки он убежит тряпкой протирает там извините сходили в писсуаром бежит туда тоже там вытирает так далее и вот для него вот эти вот там я не знаю сколько там метров этот туалет это все и он не может даже за рамки этого выйти потому что скажем это его вот вот чина этой вот 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 он тоже дубай и так далее поэтому я говорю мы с вами один когда-то мне сказал скажем так наставник мой в другой компании ты же не дерево да вот и женью почему я это сейчас все вам говорю потому что действительно наша компания, как и любая, в общем-то, наверное, хорошая компания, она меняет жизнь человека к лучшему, поэтому я вот хочу сказать, что вы, я очень говорю от сердца и говорю о том, что если вы захотите поменять свою жизнь, вы ее поменяете, вы ее сделаете из пур, вот видите, как там, да, переведете вот в это вот состояние эксцелент, да, это требует каких-то усилий, да, это требует, скажем так, движения из вилен, да, это требует каких-то действий, это не просто нужно лежать на диване и говорить, эксцелент, эксцелент, у меня все эксцелент и все замечательно, но в принципе я вам хочу сказать о том, что это действительно так и есть, поэтому ставьте намерение, да, вот побывать в Шарже, побывать на этих фонтанах, побывать в Дубай-моле, да, даже если вы ничего не купите, поверьте, ну так заряжает, ну так заряжает, понимаете, и вот у меня сейчас уже не возникает сомнений, я даже не знаю, какие там будут условия на этот ЭКФС, да, но я уже там, понимаете, вот кто со мной согласен, поставьте, пожалуйста, семерочки, вот, и кто со мной, то есть кто вообще собирается доехать, поставьте десяточки, потому что там надо быть всем, да, если вы строите эту компанию, если вы продвигаете этот транспорт, вы должны быть там и вы должны понимать, что тогда вообще ваше отношение изменится, потому что действительно очень много нынтиков, много очень людей ждущих, да, ждать и догонять хуже всего, и вот это невозможно переломать, если вы находитесь у себя вот в этой вот квартире с людьми, которые, некоторые говорят, куда я вложил, зачем вложил, когда-то зачем-то меня посоветовал и так далее, поэтому одна десятка только, да, вот, но я вам серьезно говорю, что надо подумать о том, что как действительно изменить вот это вот свое отношение и стремиться туда, где люди очень легко, легко в Дубае, очень легко знакомятся, очень легко предлагают друг другу бизнес, очень легко, скажем так, меняют вообще, вот, меняют жизнь свою к лучшему, да, ну, не всегда получается. Вот сколько мы раз женой выходили из метро, нас видят, что, ну, понятно, что не местные, да, и сразу, шубы хотите, реплики хотите, часы хотите, луи витон хотите, понимаешь, и вот, несколько раз выходят, один и тот же человек, и я думаю, ёп раз это его был в компанию, да, то есть он не устает одно и то же предлагать, говорите, 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 понимаете, и вот такая настойчивость, потом я уже сказал, что зачем шуба, уже все жарко, все тепло, Анташ, жена говорит, мы уже все купили, вот тогда он отстал, вот. Ну, в принципе, поехали дальше. Ну, конечно же, самое главное, это вот я, только что я говорил, наверное, такая подводка была у меня вот к этой фотографии, вы помните, моя сестра, которая 15 лет, она переехала со 100 долларами, с двумя детьми, там, и, ну, конечно, с семьей, с мужем, они переехали в свое время из Узбекистана, когда там начались гонения после вот этих вот всех, скажем так, проблем развала Советского Союза, да, они переехали в Испанию, и было 100 долларов, и вот ей пришлось искать работу, и она 15 лет работала на вот этой вот фабрике, делала вот такие у нее железные были эти самые ботинки с железным носом, да, как она говорит, вот такая вот униформа и так далее. И она всегда говорила о том, когда дети выросли, когда она им дала шикарное образование, вот, она говорит, что я, что я еще могу, что я еще. И вот она послала вот эти вопросы во вселенную, и когда-то я в 2019 году позвонил ей и стал рассказывать, или это 20-й год, ну, в общем, ковид начался, да, я и стал говорить, и все. И вот то, что Наташа меня услышала, и она прошла за мной, вот мы действительно сейчас не только партнеры, а благодаря Наталье и Ольге и вот Ане, это целая Латинская Америка, которую действительно узнала о нашем проекте. Конечно, там был Эльмер, там были еще другие лидеры, но огромную работу провела вот именно вот эта вот команда из таких недорогих людей. Поэтому Наташа, конечно же, вот мы с ней отправились в эту поездку уже во второй раз, то есть она уже была уже в Дубае, и как тренер уже поездила туда, и другие были приезды. Но факт в том, что опять мы с ней опять вместе отправились в Шаржа. В Шаржа нас приняло нашим любимым домом, эко-домом, да, я вам немножко его покажу, да, опять-таки скажу сразу, что это фотографии те, которые с видео я взял, и где-то, опять-таки, нам еще не отдали последнее видео, поэтому это было еще старое видео, которое в прошлый раз нам снимали. Потому что мы все ждем, и я надеюсь, что в следующем, может быть, через неделю мы уже будем самым, потому что дом уже полностью оброс зеленью, да, он практически уже не виден его, вот, и он очень, конечно, стал еще, скажем так, зеленее. И вот видите, тут вот эти вот все уже практически все заросло зеленью, он очень стал теперь весь в тени практически находится, да, наш замечательный вот эко-дом, опять-таки скажу для тех, кто не знает, этот дом, который единственный вообще во всех Арабских Эмиратах из клееного бруса, но вообще из дерева, да, и который, в общем-то, было получено разрешение от шейхов, которые разрешили. Потому что все только, даже он бетон, и даже если вы строите из дерева, все равно надо укладывать там, как Анатолий Дурович говорит, бетоном, смысл тогда иметь деревянный эко-дом, если его обложить бетоном. Вот, и вот такой вот внутри такой коридорчик, да, опять-таки там, да, вот, и внутри вот этот вот зеленый сад, здесь вот рыбки находятся, здесь вот, скажем так, вот этот нулевой километр уже получается, отчет, скажем так, от Мидл Ист или там в Нижний Восток, вот можно так. Сказать, да, то есть это старт нашего транспорта именно вот в этом регионе. Все, все очень здорово, все, уже все знакомо, да более уже, ну, знаете, как-то уже одни и те же люди. Нас встретил, кстати, Сергей Тарасов, который вот мой однофамилий, да, я с ними тоже сделал фотографию, а потом приехал Олег Зарецкий. Мы тоже очень хорошо говорили о многом, ну, вот такие интересные вещи, что он его пригласили вот в Испанию, если вы знаете, там, да, вот тоже организация. Которая огромные делает вложения в ЭК, вообще технологии, в ЭК дома, собирается строить новые города, 12 статей городов в разных странах, да. И именно было приглашение получено, именно выслали приглашение Юнистский Стринг Технологиз и Олег Зарецкий ездил туда, именно все делал доклады. В общем-то, очень интересно, но говорить можно бесконечно, потому что мы долго говорили довольники, потому что какая-то была пауза, там, вьетнамцы сначала пошли. И мы, ну, так как мы уже были здесь, и мы более так, мы во вторую очередь пошли, но вообще, в принципе, конечно, было очень интересно, служили вот Олега Зарецкого, вот так вот он, вы знаете, очень харизматичный очень человек, очень такой информированный, и поговорили мы о том, что он вот и в Латинскую Америку он ездил, в частности, знакомился там с какими-то интересными людьми, скажем так, да. Вот, поэтому вопросов было много, вот, и даст Бог получится потом показать эти фотографии. Вот, ну, вот этот, вот вы знаете, внутри находится, да, скажем так, прекрасный вот этот макет, да, он все функционирует, там все ездит, вот он такой длинный, 12 метров, и если вот тут вот все это ездит, все смотрится, но, опять-таки, это уже было сделано, вы помните, как это феста, поэтому, скажем так, по-прежнему все функционирует, и люди, которые приезжают, они, в общем-то, могут представить себе, как это будет в будущем уже, а может быть и в ближайшем будущем, потому что, в принципе, есть интерес во многих странах именно вот к такому построению, сразу, чтобы были дома, да, сразу соединялись, и вы знаете, что даже Анатолий Эдуардович говорит, что говорил вот в новогоднем послании, что 7, на высоте 70 метров будет, планируется построить линию, соединяющую два там отеля, или я не знаю, там, ну, в общем-то, есть такой разговор, скажем так, как Анатолий Эдуардович говорит, нельзя вообще все рассказывать, но такое вот уже есть, заказ такой есть, на высоте 70 метров. Далее мы, хочу сказать, вот с эко-дома видно было вот эта вот линия, я вам хочу сказать, так как я уже второй раз, и вот мы были, опять-таки, катались на вот этой вот короткой трассе 800 метров, здесь, конечно, я уже больше получил удовольствие, потому что, ну, уже сидели мы с Толанбеком вот с Киргизии, да, ослаблено все, тем более, что мы остались последние, как бой мужчин в конце, да, и с нами был оператор, еще мы сказали слова хорошие, Толанбек на своем языке, я на русском языке, вот рассказал, как мы ехали, все здорово, но вот эта трасса, она вот, ну, трасса и трасса, да, ну, когда ты подходишь, там, я не знаю, там, вот, с эко-дома смотришь, либо вот так, ребята, это такая мощь, это вот висит действительно, не знаю, там, ну, не знаю, как вам передать словами, но это уже по сравнению с той трассой, то есть та трасса детская, кажется, да, вот она просто детская, да, она там едет, но здесь это просто вот мощь, и она, ну, очень смотрится, даже вот не вот эти вот промежуточные опоры, да, а именно вот сама вот эта вот натянутая вот эта вот струна, если так сказать, да, очень здорово смотрится, очень она как-то так вот завораживает, и я говорю, что, конечно же, мы планировали уже поехать на Юни-Басе, на вот этим 25-местном, который мы видели здесь в Беларуси, но в связи с этой спецоперацией и так далее, да, вот он идет такими вот окольными путями через Турцию, потом пошло через Суэцкий канал, вот Анатолий Эдуардович как приедет, и все это будет, как вы знаете, эти трассы уже сертифицированы, потому что очень они быстро делают, потому что Анатолий Эдуардович уже привык к тому, что говорят завтра-завтра, ну, это арабы очень долго делают, там, я уже не буду приводить такие примеры, когда говорят завтра, потом говорят, а, давайте после Рамадана, когда Рамадан, Рамадан через два месяца и так далее, в общем, это очень долго все, поэтому стараются, как только что-то сделали, сразу сертифицировать, сразу сертифицировать, потому что, ну, они живут очень спокойно, на нас совсем не похожи, как лебедушки, как вот в своих абаях они двигаются, мужчины, да, поэтому, ну, нет у них такой вот скорости, как у нас, давай, давай, быстрее, нет, все делается плавно, размеренно, вот, поэтому надо, в общем-то, тоже учитывать этот менталитет и по возможности, да, действительно брать и, вот, ну, договариваться, чтобы это было все сертифицировано вовремя, поэтому, чтобы было, все это было сделано как можно быстрее, несмотря на то, что трудностей много, именно вот с этой вот ждать, ожидают долго, но, в общем-то, проект двигается, поэтому я еще раз говорю, что очень это впечатляет, но, опять-таки, я говорю, я вот даже смотрю на фотографии, ну, фотографии, фотографии непонятно, на самом деле, когда ты находишься вот на, это вот нам уже в конце раздали телефон, и мы вот отсюда вот сняли, да, вот, вот, как бы, вот эта вот трасса, но она очень тяжело, такая вот, у нас мощная смотрится, вот, про вот трассу, которую все называют Санта-Барбара, здесь планируется, Анатолий Георгиевич сказал, две все-таки будут, подвесная и навесная, и если, скажем так, все будет заходить так, она будет действительно, вот, верхний, наверное, это так и будет скоростная трасса, для этого нужно финансирование, мы чуть ниже об этом, я скажу, да, для скоростной трассы, но, в принципе, она вот все равно, она будет делать, как только эту закончит трассу, значит, то есть подвесит тебе местный юнибус, сертифицирует его, и к этому времени, я думаю, и приурочит вот этот экофест, поэтому обязательно там надо быть, я думаю, это совсем уже будет другое вообще, во-первых, это 2,5 километра, да, то есть это будет огромная скорость, это будет 150 километров в час, это будет юнибус пятого поколения, и поэтому, конечно, вы получите колоссальное удовольствие, потому что это ни с чем не сравнимо, да, там нет никакого тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, вот, это все с большой будет скоростью двигаться, это на большой высоте, это все-таки, ну, я сейчас покажу, фотографии изнутри, как из кабины, да, вот, поэтому, я думаю, это будет, ну, несравнимо, это будет действительно такой зиплайн, только именно в исполнении уже юскай, 150 километров, даже зиплайн, который мы планировали с супругой прокатиться, но, скажем так, выбрали то, что детям нужна все-таки аппаратура, которую они там заказывали, и я думаю, что мы перенесем это туда уже, так вот, зиплайн движется со скоростью 80 километров в час, да, а здесь будет 150 километров в час, ваши аплодисменты, вот, поставьте, пожалуйста, тоже восклицательные знаки, это будет здорово, и я надеюсь, что я до вас как-то достучался, да, вот, да, трасса здоровская, кстати, вот тут вот, тоже, мы с Таланбеком тоже смотрели, смотрели вот это вот расстояние, вроде бы, да, от струны до вот этой перегородки, говорю, а как тут контейнер пройдет, не пройдет, и прямо вот вообще взяли, Анатолий Эдуардович спросили, он улыбнулся, глянул на нас, говорит, ну, конечно, пройдет, что вы думаете, мы тут зря, что ли, стоим и делаем, ну, как-то внешне-то, смотрите, как будто вот не хватит, ну, понимаете, мотор, это сверху же находится, да, то есть, вот это где-то 4 двигателя, поэтому оно получается так, общая, как раз сам контейнер вот проскакивает, ну, внешне кажется, что, ой, кажется, не пройдет, ну, конечно же, это чисто визуально такое, скажем так, мнение такое, ну, в общем-то, спросили прямо напрямую, Анатолий Эдуардович, проедет, мы и так, конечно, дали, вот, ну, вот это вот действительно анкерная опора, вот, она, видите, очень уже красиво сделана, тут еще какие-то работы ведутся до последнего, ждут, они вот этот вот транспорт, наверное, его тоже необходимо дождаться, чтобы потом это все убрать, все почти, ну, конечно, все красота, хотя еще огороженный забор, но нам не решили близко подходить, сказали, все, технадзор и так далее, все очень строго, поэтому вот фотографируется на таком расстоянии и не ближе, опять-таки, я говорю, это даже у меня, это я даже с автобусов фотографировал, вот, видите, эти оконцы видны, потому что, так как ты повыше был, ну, в общем-то, вот такие дела, ну, да, вот еще поближе, когда там чуть-чуть приблизил, вот, что там еще, ну, я еще раз повторю, что сертифицирована вот эта трасса вся, это очень и очень здорово. Ну, и вот, когда мы были, да, вот, вот в этом эко-доме, на уже на втором этаже, там, скажем так, ходили, видок большой, там, я говорю, 900 квадратных метров этот дом, поэтому по периметру входишь, смотришь, вот, там уже строятся дома, обратите внимание вдали, это не, скажем так, не SRT парк строит, да, это просто люди уже в Шадже строят дома, они действительно очень там такие красивые, невысокие, кстати, там, не помню, там, сколько там этажей, но этажей 9-10, не знаю, там, невысокие, ну, кстати, я записал название этого района и думаю, даст бог уже, и там надо уже присматривать как квартиру, вот, ну, вот наш юнибус движется там, да, вот, и далее, скажем так, опять-таки фотографии, которые вы видели, это все с видео у меня взято, да, но я говорю, вы знаете, вот, очень интересно, когда он начинает набирает ход, он действительно такой, как самолет такой, идет такое гудение очень здоровское, и там на видео есть, я не знаю, потом выставлю, ну, я говорю, Мирополис почему-то, ну, не поддерживает, он просто вот уходит, как раз в это время солнце светило, да, и вот он просто провалился, вот, то есть он вот был, 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 а потом раз, и все, и он в лучах солнца, он просто пропал, тоже очень интересный эффект, вот, если получится, я, то есть не если получится, я выставлю это в инстаграм, чтобы посмотрели, но я хочу сделать такую нарезку, да, вот, но это очень здорово, опять-таки смотрится очень здорово, да, ну, вот он движется, вроде бы, небольшая высота, но вот если смотреть из кабины, вот видите, как, скажем так, это тоже нарезка с прошлого, еще вот, когда мы ездили, поэтому я еще раз говорю, вот, но смотрится вот так, ну, вот еще вот отсюда вот вид лучшего, вот, это такая вот высота, опять-таки не передает этот, ну, примерно вы понимаете, что это очень здорово, и движется очень плавно, что еще впечатляет, очень такой комфортный внутри, да, то есть светит яркое солнце, там дует ветер и так далее, ты находишься в такой, в капсуле, как они называют, да, юскайпот, вот, это капсула, она полностью, мы спокойно с Таланбеком разговаривали, давали интервью, там не было такого, что говорите громче, или как у нас в метро, едешь там, да, и вот надо вот кричать, нет, спокойно говоришь, да, чуть-чуть громче, может быть, для особой хорошей была запись, вот, но мы с Таланбеком сказали вот эту речь, послушаем, как это будет на, потом в записи, вот, но вид очень такой впечатляет, вот смотришь, я, конечно, пока Таланбек говорил, я смотрел, вот, ну, 800 метров, вот, сегодня мы давали обратную связь, как вам понравился тур, все, и вот там вопрос, достаточно ли поездки вот этой, все написали практически недостаточно, 800 метров очень мало, то есть ты не успеваешь насладиться вот этим вот ощущением, действительно, что ты на высоте наблюдаешь за вот этим всем происходящим внизу, любуешься, можно сказать, и в то же время, да, ты передвигаешься с хорошей, приятной скоростью, без дерганек, заметьте, да, вот кто-то говорит, ой, там дергается, все, вообще очень плавно движется, вот, ну, кто ездит на общественный транспорт, понимает, то там светофор надо тормозить, то кто-то перебегает дорогу, здесь нет, ты начинаешь плавно двигаться, и начинаешь, начинаешь перемещаться, и просто переходишь в такой вот, ну, то есть какая-то скорость набирается, потом она спадает, и вот там, где вот эта вот опора, ты немножко так приподнимаешься, но опять-таки это не дискомфортно, это очень, скажем так, все продумано, поэтому никаких толчков, рывков и так далее, поэтому очень здорово, вот, ну, и вот эта вот фотография, да, это опять-таки есть видео, это когда мы еще ездили, вот Наташа, Аня и я, да, вот, и в этот раз я уже сидел с поломбеком с этой стороны, но вот эмоции не передают, это действительно очень и очень здорово, вот, мы в прошлый раз давали интервью, но уже прошел, скажем, полтора года, вот, та же самая команда, и, в общем, очень эти эмоции, вот, ездил бы и ездил бы, поэтому, конечно же, транспорт должен быть, и, к сожалению, вот эти все конкуренты, вот эти вот грязные статьи, там, не вере людей, понимаете, вот оно все, вот это, это очень мешает, очень мешает вообще людям понимать, что, ну, это супер, ты сел, нажал кнопочку, не водитель тебе не мешает ничего, сел своей семьей, в четырехместный юнибус, нажал кнопочку, куда тебе надо, не надо тебе, как в метро мы едем, да, вот, останавливаемся на каждой остановке, люди выходят, заходят, там толкаются и так далее, ты сел, нажал кнопочку, и будет вот эта система переходов, да, что тебе не надо на каждой станции остановиться, ты будешь проезжать и так далее, поэтому, я думаю, что, как мы с вами, люди верующие именно в этот проект, да, люди инвестирующие в этот проект, люди любящие этот проект, конечно же, я думаю, что, очень надеюсь даже, что в этом году мы просто с вами будем уже наслаждаться вот этой скоростью, 250 км в час, и после того, как арабы сами, вот, принимающие вот эти решения, они проедут, они уже не остановятся, то есть, как вы понимаете, в Шарже сейчас тоже идет вопрос о том, что отказались они от трамваев, от всяких там, скажем так, ну, метро, вот, скажем так, в пользу нашего транспорта, но все ждут, конечно, вот это вот, вот этой скорости, вот это вот действительно нового юнибуса, и когда мы были, Анатолий Дуарович, это тоже опять повторил, что сейчас, вот, если этот транспорт, видите, боковые только, скажем так, окна, да, а спереди, получается, вот, он, скажем так, аэродинамика, то Анатолий Дуарович сказал, что на этой скорости, 150 км в час, ну, не нужно делать это крыло, потому что крыло, говорит, удлиняется сам автомобиль, там, сзади, получается, полтора-два метра, спереди полтора-два метра, и вот, получается, место четырех метров, а получается восемь метров, или там, семь метров, поэтому Анатолий Дуарович сказал, что на городских вот этих поездках будет очень такой урезанной, то есть, будет, как вот они в метро едут, переднее стекло открытое, заднее стекло, ну, не открытое, я имею в виду, просматривается, да, вот, боковые, то есть, люди, идет 180, 360 градусов обзор, и в то же время это не мешает набирать спокойную скорость 150 км в час, поэтому было принято такое решение, и построен транспорт, ну, кто не помнит, к сожалению, сюда не внес, но вы помните, да, что кто был с нами, этот действительно такой вот, получается, такой прямоугольный юнибус, который действительно уже едет, и юнибус пятого поколения, и который уже будет обзор на 360 градусов, и при этом не повлияет на вот эту скорость, поэтому вот так вот, и Анатолий Дуарович еще сказал, что это еще связано с тем, что на городских вот этих вот транспорте, на городском транспорте, когда будут остановки, да, то это будет, их можно быстрее, больше поставить, то есть, ну, допустим, несколько, там, 3-4-5 вместе, и они будут как вагончики просто друг к другу, тогда люди будут спокойно заходить, они вот это, вы помните, как в метро заходишь, да, и тут уже, не дай бог, ты попал между вагончиками, тебе приходится смещаться влево-вправо, так вот, об этом же Анатолий Дуарович говорит, чтобы, допустим, если сразу появить 3-4-5, они друг за другом встанут вот так вот, да, близко очень, и, соответственно, люди зайдут, ну, не надо будет делать платформу удлиняющую, то есть, вот такие вот вещи, кто не знал, поставьте пятерочки, вот об этом, вот, и теперь вы знаете, что теперь городской транспорт будет именно такой вот усеченный, вот, но скорость у него также останется, вот, ну, идем дальше, вот, ну, опять-таки, мне Наташа сказала, что пока мы ехали, она тоже, с Таланбеком, пока мы ехали, она, говорит, наблюдала вас тоже, то есть, в принципе, внутри тоже есть, вот, внутри салона тоже на камерах это высвечивается, поэтому наблюдали, и вот, видите, один оператор сидит, он наблюдает, посылает и так далее, все, и будет следить за всем транспортом, вот, ну, и вот, эта команда, которая первая наша приехала, да, вот, здесь, как нас разделили вьетнамцы и не вьетнамцы, вот, и, скажем так, сделали это фото, Анатолий Эдуардович сначала там вверху стоял, потом его попросили, вот, вьетнамские тут девушки спуститься вниз, вот, он тут присел, да, тоже, тоже был шквал эмоций, потому что они все, конечно, его просто на руках носят вообще, вот, люди, особенно вьетнамцы, они очень такие любвеобильные там далее, ну, и вот, этот флаг Доминикана, кто не знает, да, вот, меня Алексей говорит, ну, мой, долго искал, где я, где я, я не то, что спрятался за флагом, просто мне надо было держать его так, и так вот он получился, Оли с нами нету, но я хочу сказать, что тоже очень серьезные рассматриваются вопросы, вот, в Доминикане, в частности, вот, Ольга, конечно, она очень большую работу там делает, и поэтому, конечно же, тоже хочет стать, чтобы там было много инвестиций и так далее, и сами люди там, вы знаете, там даже был, второй тур там проходил, поэтому Ольга сама не приехала сюда, но, в общем-то, она присутствовала с нами, и думаю, что свою работу она доведет до ума до конца, и вот, даже на фотографии, видите, флаг этот наш, флаг Доминиканы оставили, вот такие вот вещи, поэтому компания тоже знает, что там в Латинской Америке, и в частности с намеканием ведется большая работа, вот, ну, нас наградили, да, награждали очень много, но в частности, вот, сестру и меня, вот, я тут две фотографии выставил, всех наградили, вот, всех людей, которые там были, нас наградили сначала вот здесь вот буклетами, вот, ну, вы знаете эти буклеты, вот, вот, и все были, конечно, добрые слова, ну, конечно же, покормили, давайте так, и накормили нас, и напоили, покатали, вот, привезли там, и кофе дали, там, и так далее, все, и вот, когда уже все были, скажем так, наполнены вот этим, скажем так, пищей ума, и, в общем-то, и покушали, в самом деле, тогда уже Анатолий Дович зашел, опять-таки, говорю, аплодисменты не смолкали очень долго, вот, задавали очень много вопросов и так далее, вот, и был конкурс, ну, кто не знает, да, или кто знает, вот, и, ну, вот, это вторая группа вьетнамцев, их уже в другой день повезли, вообще, чтобы вы понимали, вот, смотрите, у нас от СНГ в третьем туре победило, считайте, три человека, да, то есть выполнили условия, там было условие, чтобы подписать 15 человек в общей сложности, да, и набрать там больше 500 баллов, так вот, как вы думаете, сколько победило вьетнамцев, в этом, вот, выиграли, которые должны были приехать, вот, ну, чтобы не тянуть время, потому что время летит неумолимо, да, мне еще надо рассказать, победило их 160 человек, 160, сюда приехал, получается, 15, вот, с нами было, и потом вторая группа, 60 человек приехал, то есть 75, половина приехал, вы представляете, вот, у них вообще очень это все, они настолько боготворят этот проект, они хотят соединить Хошимин и Ханой, да, вот, вот эти вот длинные скоростной трассы, чтобы, поэтому они настолько свято верят в это, и вот, очень много молодых, практически все лица, там, до 30 лет, там, конечно, есть и постарше все, но я вам говорю, насколько вот у них это зарядка, заряжены они, это очень впечатляет, они прям заряжали всех, они там, ну, неугомонные, постоянно, Анатолий Эдуардович, и сюда, 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 мы уже потом, как говорится, действительно, как-то жалели Анатолий Эдуардович, и потом уже, уже фотографам говорим, слышите, скажите, что пленка кончилась, ну, смеемся, да, но потом пришли к выводу, что сказали, что закончилась батарейка, вот так это получилось, потому что, ну, конечно же, они молодцы, очень много делают, двигаются, вот, нам надо бороться с них пример, ну, наверное, у них такой вот менталитет, не зря их американцы не смогли победить в войне, да, вот, не сдаются они. Ну, и вот эта фотография, которую мне тоже сегодня, Аня уже нашла эту фотографию, потому что она где-то появилась и пропала, я тоже очень горд, ребят, смотрите, вот эта вот книга, да, вот она сейчас у меня, она, их очень мало, потому что она действительно, вот видите, вот это, как Анатолий Эдуардович сказал, вот это вот, в общем-то, золотое покрытие, настоящее золото, поэтому таких книг очень мало, да, вот, и называется тоже на английском языке, называется string transport system, да, on earth and in space, вот, на земле и в воздухе, ну, ой, на земле и в космосе, вот, поэтому я очень горд, тоже не знаю, как так уже судьба распорядилась, вот, потому что задавали вопросы и был такой, скажем так, сказали так, кто задаст лучший вопрос, вот, тот, ну, в конце, в общем-то, разыграет, и один был лидер из Вьетнама, его зовут Там, да, вот, а я был здесь, ну, да, такая игра слов, да, вот, и Анатолий Эдуардович сказал, все, хватит вопросов, все, 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 но я все-таки настоял на своем, я взял микрофон, сказал, Анатолий Эдуардович, я ваш земляк, вот, я от Беларуси, вот, ну, наверное, тоже так вот и задал вопрос, который, в общем-то, наверное, вам тоже он интересен, по поводу 15-го этапа, значит, 15-й этап это скоростной транспорт, мы на него в скором времени уже перейдем, там будет еще у вас много новостей, но пока я только тогда озвучу свой вопрос, потому что мне вот задавали вопрос ребята из России, Руслан, в частности, да, Леша, ну, мой звонит и так далее, вот, и будем ли мы являться совладельцем этой скоростной трассы, Анатолий Эдуардович ответил, вот, как ничего не придумывая, не добавляя, я от себя скажу, скоростной транспорт требует, в частности, если это особенно будет проводиться, устроиться нашими силами, силами инвесторов в Арабских Эмиратах 300 миллионов долларов, и он говорит, что возможно, после того, как пойдет уже городской транспорт, придут крупные инвесторы, поэтому вот это вот 300 миллионов, она будет распределена согласно кто, сколько, если мы, мы, как инвесторы, вот наши Skyward Community, заинвестируем, значит, это все доли будут принадлежать скоростного транспорта всем нам, да, если придет крупный инвестор и внесет там 100, 200 миллионов, 300, в общем, тот процент, который инвестирует Skyward Community, да, вот, тот процент будет распределен, соответственно, уже согласно долям, вот, и кто понял, кто понял, поставьте плюсики, пожалуйста, и так, 300 миллионов долларов, мы либо сами инвестируем, либо, если приходит инвестор, мы получаем тот процент, который мы с вами инвестируем, и, конечно же, здесь все, наверное, правильно, потому что такие мы с вами, вот за это время собрали крупную сумму, но, насколько я известно, Леша может мне помочь, 100 миллионов, да, а сейчас нужно 300 миллионов, и в связи с тем, что люди как бы ждут, поэтому там планируется еще один проект, я думаю, что в эту среду, возможно, Суходоев уже тоже, может, Алексей расскажет, и я думаю, что там еще очень хорошие новости тоже для нас всех, для инвесторов, поэтому, ну, если сейчас Алексей скажет, то я тогда в следующую субботу, в следующую понедельник тоже вам озвучу это, поэтому приходите, вот, ну, в общем-то, по этому вопросу я задал вопрос, и он оказался выигрышным, поэтому я был награжден книгой Анатолия Эдуардовича, вот, очень этим горжусь, и практически у меня вся вот коллекция, которая на столе, она у меня тоже вся есть, я уже сейчас не буду ее поднимать, чтобы не тратить время, вот, и, конечно же, очень мне приятно, потому что Анатолий Эдуардович подписал, видите, Олегу Тарасову, вот, автора небесных космических дорог, вот, и число, вот, 11.02.2023 года, вот, очень, конечно же, знаете, чувствуется вот эта вот теплота, кстати, хочу сказать, Анатолий Эдуардович очень сильно постройнел, да, и когда я задал, ну, начал с этого, просто я вас даже не узнал, потому что вы стройные стали, подтянутый, так он сказал, что да, я похудел на 10 килограмм, и использую дробное, интервальное питание, интервальное, ну, кто знает, тот знает, да, вот, и сказал, что сейчас он это требует от своих сотрудников, потому что, говорит, мы должны представлять, ну, нашу компанию здоровыми, красивыми, ну, это я уже добавляю, да, вот, поэтому, вы знаете, очень удивился, потому что обычно в Эмиратах там все, как бы, полнеют на этой пище, да, а вот Анатолий Эдуардович выглядит очень хорошо, подтянуто, поэтому респект ему, вот, и выглядит он замечательно, поэтому вот такие тоже, такие вот дела. Далее, ну, вот эта фотография, которая у нас уже, когда все уехали, когда-то себе Анатолий Эдуардович уехал, когда все, нам дали вот телефоны буквально перед отъездом, и вот, меня Ириша сфотографировал, кстати, спасибо ей огромное, да, хорошая фотография получилась, вот, и, ну, там немножко видео поснимали еще, да, но это, конечно, все равно ждем, вот, тех людей, нас снимали, Алексей и Антон, что действительно будут вот те материалы, которые мы можем уже выложить, будем в сеть, и поделиться с вами, дорогие коллеги. Вот, рядом строится вот с нашей, то есть построился вот такое вот тоже красивое, красивейшее здание, оно, опять-таки, еще, видите, не до конца еще тут работают, какие-то ведутся, но само здание тоже в том же стиле, поэтому, ну, очень там будет красиво, когда вот это еще посадит травку, деревья и так далее, в общем, ребят, ну, очень здорово, очень большая гордость за вот этот экотехнопарк, SRT парк, который в Шарже находится, да, ну, давайте дальше, на следующий день у нас был званый ужин, да, такой с Анатолием Эдуардовичем, опять-таки, это видео, потому что нарезка такая, да, вот тут вот сидел Анатолием Эдуардовичем, Олег Зарецкий, Сергей Тарасов, я, кстати, знаете, сфотографировался, ну, наверное, пусть будет секретом еще, да, я тоже сделал такую интересную фотку, ну, раз ее нету пока, мне еще не отдали ее, так что я в следующий раз вам расскажу. Ну, вот, сидели вьетнамцы, сидели вот киргизы с нами тоже, Таланбек и Патила, да, вот, у нас всего было пять столов, поэтому мы веселились, танцевали, громко кричали тосты, да, и тоже в конце вам скажу, что, ну, похвалюсь тоже, похвалюсь, у меня вообще-то бил фонтан, и, да, и вот я придумал лозунг такой, слоган новый, да, у нас же был вот, строй, скайвей, спасай планету, потом, и то, и дальше, говорит, все, скайвей нет уже, у нас новая юскай компания, да, юскай, юскай, в прошлый раз он мне сказал, что не надо больше скайвей говорить, все, юскай, вот, и в этот раз, когда мы только приехали шарджу, у меня пришел такой лозунг, который подхватили все, и, в общем-то, его легко произносить, я его в конце вам назову, вот, а сейчас мы продолжаем, ужин был шикарный, все было вкусно, красиво, опять подарки уже вручали нам вот эту книгу, да, вы все знаете, инженер мира, да, вот, тоже подписанная, и Алексей мне, ну, мой, подарил, и теперь вот у меня от Анатолия Эдуардовича тоже подписанная книга, да, вот, тоже вот она, ну, в общем-то, да, ну, она на русском языке, да, кстати, эти книги я и тащил туда, потому что их было 30 книг, они весили очень тяжело, поэтому пришлось даже доплачивать за багаж, вот, но доставили все в целости, в сохранности, поэтому всем моим партнерам и всем вьетнамцам, всем, в общем-то, эти подарки вручили, тоже было очень приятно, от, было много сказано слов, хорошие слова сказал Алексей Суходоев и Евгений Кудышев, я с ним потом тоже здоровался, но не сняли меня, вот такие у меня эмоции, в общем, эмоции там клещет просто через край, это очень здорово, и, конечно, очень сложно это в часу передать, сказать, ребят, ну, было хорошо, было супер, да, было супер, поэтому, конечно же, надо быть там, видите, даже у меня такой нимфозик, тут такая фотография получилась, да, видео, я с нимфом, ну, действительно, на таком высоком состоянии, вот эта чакра уже у меня космическая была открыта по максимуму на это, и потом нам еще на следующий день у нас было уже действительно на яхте, представляете, 100 человек, вот такая вот яхта, она вроде кажется смотрится, ну, 100 человек, и мы действительно там себя комфортно довольно-таки чувствовали, да, вот, вот, Наташа тоже с моей Наташей, две Наташи, сестра и жена демонстрировали, что мы идем туда, вот, мы туда пошли, все это вот такой, внутри там большое такое тоже, это закрытое, ну, потом там, там кто-то пел караоке, кто, там кушали, очень вкусная была пища, пили, что, вино, кто, все, там, ну, напитки разные, да, все это было, конечно, здорово, вот, вот почему эта фотография, потому что именно вот наша яхта стояла с видом на вот этот вот прекрасный такой, на вот эти вот высотки, да, на вот эти небоскребы, и я когда встал на вот эту на корму сзади, смотрю, как боже, какая красота, это тоже было видео, но опять-таки я вам опять кусочек только фото получилось, да, очень все красиво, глаз радуется, да, ты смотришь, наслаждаешься, действительно, вот сюда посмотрел, наслажаешься, да, все, кундуку ночи еще красивее, понимаете, вот, вот, и успел взять интервью, вот, Талантбек сказал, Эльмер сказал, Рызбубу, вот, в общем-то все такие, видите, позитивные, невозможно всех было снять, у меня там было видео, я даже выложил уже просто как в трансе, так, музыка звучала, я просто вот так головой кивал, и вот это, потому что все было, знаете, очень и очень так, фантастично, очень здорово, очень вкусная была еда, девочки, кстати, там официанты на русском, русские практически работали, да, очень все, нам все это красиво преподносили разные, там, очень много разных вкусных блюд, и сладкие, и соленые, там, какие угодно, вино, кто, кто что хотел, тот пил и так далее, все, в общем, здорово, вот, Наташа моя сказала, Аня сказала, вот, к жене Наташи, тут вот вьетнамцы, тут все фотографировались очень много, ну, в общем, много слов, я думаю, что это видео сделаю, я вам потом где-то его выложу в своем инстаграм, или там, ну, посмотрим, где в каких сетях, вот, ну, и, конечно же, вот это вот наша команда, скажем так, я с латиноамериканской командой, да, все здорово, все, мы наслаждаемся солнцем, красивыми видами, да, тут, вот, и тут, ну, еще можно было показывать, и показывать, и показывать, вот, все было очень здорово, и все запомнили вот этот вот слоган, который родился буквально при приезде в Шаржу, даже чуть-чуть раньше, да, ну, практически так, и даже Анатолий Эдуардович вместе с нами, когда мы кричали его, он очень легко, вот, так что запоминайте, теперь новый слоган, у нас в компании вот такой, юскай, запускай, вот, давайте, вот, мы так кричали, юскай, запускай, юскай, запускаю, ну, так, вот такие вот дела, ребят, Леш, выходи на связь, там еще остается несколько секунд, минут, не знаю, да, вот, если, да, вам понравилось, ставьте свои плюсики, самые, включайте эмоции, эмоции, да, Леш, ну, включайся ты, потому что скоро мы отключимся, наверное, да, юскай, запускай, юскай, запускай, ну, да, кстати, да, вьетнамцы очень активно, они тоже очень кричали, там, свое что-то, да, а потом они раз, и все, и самый вот, самый эмоциональный был, когда мы вот сидели, вот, наш стол был, да, и рядом Анатолий Эдуардович, и, кстати, вот так вот, и вот мы начали, ну, фотографировать, танцевали, веселились там, все, а потом начали вот это, кричать тоже за бокалами шампанского, там, или вина, да, и Анатолий Эдуардович бросил свой стол, пришел к нам, и стал к нам кричать, юскай, запускаю, юскай, запускаю, в общем, супер было эмоционально, и вот оно вроде просто, и даже вьетнамцы уже выучили, понимаете, несложно вот этот юскай запускай, поэтому я думаю, что эта энергия, эта передалась в нужное русло, и действительно, я думаю, что в этом году это действительно уже будет, вот этот запуск, он будет на полную мощь, вот, вот такие мои эмоциональные пожелания и намерения, и моя энергия, чтобы она тоже зажгла вас таким вот, такими эмоциями. Спасибо, здорово, можно, можно было, ну, час прилетел очень быстро, остается буквально тут, да, секунды какие-то считанные, так что, у тебя же следующий вебинар, я так понимаю, ты тоже у нас, да, продолжаешь? Да, да, я, наверное, продолжу, потому что, наверное, как вам сказать, конечно, вот эти вот эмоции, они передаются, но я говорю, что невозможно, понимаете, я вот сегодня смотрел, я, я буквально без 10-8, я только стал загружать презентацию, потому что я, и это, и это, и это, думаю, боже мой, что, что рассказывать, что показывать, а вот это, а вот то, понимаете, ну, в общем-то, да, ну, я, ребят, я вам одно говорю, что... День вот, смотрите, да, ну, в общем-то, в общем-то, да, ну, я, ребят, я вам-то, да, ну, да, ну, да, ну, вот, да, ну, да, ну, да. Продолжение следует...